МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 13 января 2012 года в 19 часов 18 минут круизный лайнер Коста-Конкордия вышел из порта итальянского города Чивитовекча. Через два с половиной часа он напоролся на скалы, а еще через несколько часов завалился на бок посреди ледяного моря. На сегодняшний день Коста-Конкордия – самое большое затонувшее пассажирское судно в истории. На верхушке этого печального рейтинга она потеснила даже Титаник, который затонул на сто лет раньше, в 1912 году. Правда, из 2224 пассажиров и членов экипажа Титаника спаслось менее трети, в то время как на Коста-Конкордии погибло 32 человека. Однако это не делает ее катастрофу менее потрясающей, ведь в 2012 году оснащенный по последнему слову технику лайнер затонул не посреди Атлантического океана, а всего в нескольких десятках метров от берега. Все смерти стали результатом непродуманных действий капитана, халатности его помощников и плохо проведенной эвакуации. В 2006 году во время крещения судна чешская супермодель Ева Герцегова не смогла разбить об его борт бутылку шампанского. Плохая примета. Однако поначалу ничто не предвещало беды. Лайнер за 6 лет выполнил сотни рейсов вдоль побережья Италии, Франции и Испании, перевез тысячи пассажиров и принес своему владельцу, итальянской компании Коста-Кручерре, миллионную прибыль. Все это время им управлял капитан Франческо Скеттино, который имел репутацию опытного, хоть иногда наглого моряка. Именно эта наглость и стала главной причиной крушения. В канун урокового столкновения капитан сменил традиционный курс, чтобы пройти почти вплотную к берегу небольшого острова Джильо. Подобные маневры, уклоны на языке моряков, распространенные в круизной индустрии практика. Они позволяют хорошо прорекламировать корабль. Однако перед этим обычно предупреждают местных жителей пассажиров, чтобы они могли наблюдать за проходом лайнера. А для большего эффекта его проводят в светлое время дня и на малой скорости, и, конечно, ставят в известность компетентные органы. Скеттино все эти правила нарушил. Как потом выяснилось, уклон он исполнил по просьбе главного стюарда Антонелла Тьеволи, единственного члена экипажа из Джильо, который таким образом хотел поприветствовать своих родственников. Кроме того, Франческо Скеттино захотел порадовать и своего первого наставника, отставного капитана Марио Паломбо, который тоже проживал на острове. Это решение запустило цепочку событий, приведших к трагическим событиям. Перед опасным маневром Скеттино поужинал в ресторане в компании своей любовницы, 25-летней молдаванке Домники Чамартан, которая раньше работала хостес на лайнере, а в этот раз находилась на нем как пассажирка, а затем прихватил ее, а также еще троих членов экипажа, которые не имели никакого отношения к управлению судном на капитанский мостик. По мнению следствия, наличие посторонних лиц, которые отвлекали, тоже сыграло важную роль в дальнейших событиях. Так Тьеволи позвонил Паломбо, которого, как оказалось, на острове не было, и передал трубку Скеттино. В этот момент лайнер как раз вплотную приближался к Джирьо. Позже Паломбо вспоминал, что посоветовал своему бывшему подопечному передать привет как можно скорее и держаться подальше от берега. Однако было слишком поздно. В последний момент прямо по курсу лайнера заметили скалу. Скеттино приказал немедленно поворачивать, однако корабль двигался слишком быстро. Рулевой индонезиец Якоб Русли плохо понимал быстрые эмоциональные приказы капитана и сначала повернул не в ту сторону. В результате удалось избежать только лобового столкновения со скалой, но ее подводная часть зацепила борт корабля и пробила дыру шириной в 50 метров. Вода со скоростью 22 тонны в секунду мгновенно затопило машинное отделение. На лайнере пропал свет, а вместе с ним выключились и двигатели. Неуправляемый корабль вообще могло отнести в открытое море, что еще больше бы усугубило ситуацию. Однако, к счастью, течение и сильный ветер загнали его на мель. Сразу после столкновения пассажиров охватилась сильная паника. Часть из них начала звонить в полицию с просьбой о помощи. Однако, по приказу капитана, им сообщили лишь о незначительных проблемах с электричеством и попросили вернуться в каюты. Такую же информацию сначала передали и береговой охране. Спустя полчаса Скеттино все-таки сообщил, что корабль получил пробоину, но позвал на помощь только пару буксиров. Об эвакуации он объявил только в 22 часа 33 минуты, спустя почти час после столкновения, когда корабль уже начал заваливаться на правую сторону. К этому моменту на четвертой палубе, где находились спасательные шлюпки, собралась большая толпа, а эвакуацию экипаж не смог организовать должным образом. Около 700 пассажиров, которые только 3 часа как поднялись на борт, вообще не успели пройти инструктаж на случай чрезвычайной ситуации. Всего на борту находилось 3206 туристов со всех уголков мира. Персонал насчитывал 1023 человека, из которых большинство составляли индийцы, индонезийцы и филиппинцы, которые знали только английский язык. И не смогли в экстренных условиях нормально объяснить правильный порядок действий многонациональному составу пассажиров. Часть членов экипажа впала в шоковое состояние и сама нуждалась в помощи. Другие же первыми бросились занимать места в спасательных шлюпках. За полтора часа все же удалось эвакуировать две трети людей, в том числе всех, кто находился с правого борта. Несколько сотен людей, которые собирались на левом борту, оказались в ловушке. Из-за большого наклона судна с него уже не удавалось спустить шлюпки, а перебраться на другую сторону было крайне тяжело, ведь потолки превратились в пол, а коридоры в глубокие шахты, затопленные ледяной водой. И это при том, что была темная ночь. Около полуночи корабль наклонился настолько, что единственным путем спасения стала веревочная лестница, в которой люди спускались к поверхности воды, где их ждали катера-спасатели. Некоторые сразу прыгали в море и пытались добраться до берега вплавь. До порта было 500 метров, а до прибрежных скал, правда очень крутых, всего 55 метров, по дороге их подбирали лодки береговой охраны и местные жители, которые отправились на помощь на собственных плавсредствах. Из-за сильного течения и волн, вызванных затоплением судна, не все смогли преодолеть эту дистанцию. Главным антигероем вечера стал сам капитан. Он не только допустил катастрофу, но и скрылся с корабля, когда на нем еще находилось несколько сотен пассажиров. Около 23.30 скетина сел на последнюю шлюпку и через несколько минут высадился на прибрежных скалах. А когда ему звонил начальник местной береговой охраны, Григорио Дефалько, откровенно лгал, что руководит спасательной операцией с лодки. В конце концов Дефалько вообще сорвался и потребовал, чтобы капитан немедленно вернулся на корабль и продолжил эвакуацию. Он пообещал, но ничего так и не сделал. Впоследствии их разговор выложили в сеть, после чего скетина получил прозвище «Капитан Трус». Однако на борту нашлись и настоящие герои. Так, 30-летний барабанщик, член экипажа Джузеппе Джерламана, уступил свое место в шлюпке женщине с двумя детьми, а через несколько минут сорвался в воду и утонул. Главный механик Петер Петров совершил 6 эвакуационных рейсов на спасательной шлюпке и вывез из лайнера 500 человек. В то время как Скетино отказался возвращаться на корабль, заместитель мэра Джилио Марио Пеллегрини по веревочной лестнице поднялся на судно. Вместе со штурманом Симоной Конесато и судебным врачом Сандро Чинквини, единственными офицерами, которые до последнего оставались на лагере, он искал людей в затопленных помещениях и спускал их по лестнице на катера спасателей. Эта тройка покинула корабль только в 5.30 утра. На тот момент помощи ждали еще три человека – пара молодоженов из Японии, которые проспали сообщение об эвакуации, а затем не поняли стюарта, который сообщил им об опасности и главный пассажирский администратор, который сломал ногу и лежал в полузатопленном ресторане на третьей палубе. Японцев эвакуировали вечером 14 января администратора на следующее утро. Поисково-спасательная операция длилась до 31 января, однако больше уцелевших найти не удалось. Всего в результате крушения погибло 32 человека, 27 пассажиров и 5 членов экипажа. Самой молодой жертве было всего 6 лет, самой старшей – 86. 3 марта 2012 года в городе Горсета начался судебный процесс. Здание местного суда не смогло принять всех участников процесса, поэтому заседания проходили в городском театре. Уже через год было вынесено 5 первых приговоров. Начальнику кризисного центра Коста Курчейре, двум помощникам капитана, рулевому и главному пассажирскому администратору, их признали виновными. В халатности и непреднамеренном убийстве приговорили к срокам от 18 до 32 месяцев заключения. Однако в связи с тем, что все подсудимые пошли на соглашение со следствием, приговоренным к двум годам реальные сроки заменили условными, а другим разрешили отбывать наказание дома. Соглашением со следствием отказали только капитану. Все это время Скетина, хоть и приносил извнения пострадавшим и семьям погибшим, но продолжал говорить о своей невиновности. Он переводил вину на неисправное оборудование, неправильные карты и своих подопечных. Уверял, что наоборот своими действиями смог избежать больших жертв и утверждал, что компания судовладелец и следствие решили сделать из него козла отпущения. Суд на аргументы Скетина не согласился и приговорил в 2015 году к 16 годам тюрьмы. Его признали виновным в непреднамеренном убийстве 32 человек, в отоплении судна из-за неосмотрительности, неосторожности и некомпетентности, и в бегстве с корабля до завершения эвакуации. Кроме того, капитана обязали выплатить компенсации 150 потерпевшим, в том числе и его бывшей любовницей Чемартан. Капитан, безусловно, пытался оспорить приговор, однако в 2017 году все же сел в тюрьму. На свободу он выйдет только в 2033 году. Дорогие друзья, для канала важна ваша поддержка. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Если хотите поддержать канал финансово, ссылка в описании. У меня также есть бусти, на котором контент будет всегда выходить раньше, чем на ютуб. Некоторый контент будет сугубо только на бусти. С вами не прощаюсь и до встречи. С вами был Игорь Негода.